Добрый день! В эфире программа Культфьюжн и я ее ведущая Анна Акуджава. В прошлой программе мы говорили о концерте, который состоится 5 января в киноконцертном зале Панорама с участием звезд российской эстрады. И беседовали с прекрасным артистом-участником этого концерта Дмитрием Чижовым. Ну а сегодня мы предлагаем вам посмотреть вторую часть этой интересной беседы. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте! В вашей группе была солистка. Я знаю, что сейчас вы поете вместе с супругой. Расскажите, пожалуйста, историю вашего знакомства. Как вы встретили друг друга? Да, вот Елена, моя любимая жена. Мы познакомились с Леной, мы познакомились на конференции косметологов. У них была конференция косметологов, а у нас была концертная программа после этой конференции. Вот там я увидел Лену в первый раз. Немножечко так издалека, и мне сразу понравилось. Издалека, прям вблизи, потом еще больше. И как-то у нас быстро все это достаточно закрутилось, и я сделал предложение, мы поженились 21 января на 21 этаже, как тут, только в Москве. Вот у нас прекрасная панорама, кстати, города Тверь. Я вот все не налюбуюсь. Елена, у меня вопрос к вам. Были вы раньше знакомы вообще с творчеством Дмитрия Чижова? Нравились какие-то песни? Есть ли те, которые действительно запали в душу? Вы знаете, мне вот все песни Дмитрия мне очень нравятся, и мне очень приятно всегда стоять с ним на сцене. И каждая песня, она по-своему уникальна. Я бы сказала, что не песня, то хит. Вот. На момент знакомства все песни, которые я услышала на конференции, они все были для меня знакомые. Конечно, безусловно, хиты. Вот. Ну, как-то я, конечно, не ожидала в жизни, что моим супругом станет артист, если честно. И первое время я как-то скептически относилась к ухаживаниям Дмитрия, к его СМС-кам и к каким-то еще знаком внимания. А это и правильно? Я смеялась всегда с подружками на эту тему. Я говорю, какой-то артист там пишет. Вот. Я помню, когда мы с моей подругой отдыхали в Израиле на Мертвом море, и Дима прислал мне песню послушать, очень красивую песню «Сердце в цветах», которую мы потом записали для нашей свадьбы, как свадебную песню. Вот. И тогда я послушала, дала подруге тоже послушать. Нам она очень понравилась. Вот как-то так все это произошло. Хотелось бы узнать, каково это быть музыкальной семьей? Ну, это очень здорово, потому что это сближает. Всегда есть о чем поговорить, где-то, может быть, даже поспорить иногда. Да. А более того, в общем-то, вот то, что мы с Дмитрием стали мужем и женой, и я как-то окунулась еще более глубоко в эту тему. Я до этого ходила, тоже занималась вокалом немного. Вот. И сейчас это уже дошло до такого момента, что я сама стала писать песни. Вот. И пока одну только записала, и, ну, пять уже написаны песен. То есть где-то через год после свадьбы я начала писать стихи неожиданно для себя. И постепенно как-то вот так вот тоже пришла к своему творчеству. Елена, вы до этого говорили о каких-то недомолвках, и очень интересно, как вы находите общий язык в музыкальном плане? Ну, у нас много общих взглядов в плане музыки. Например, ну, мы как-то ценим, вот мы только что до этого говорили, не в кадре, но все-таки на эту тему, о том, что, ну, мы предпочитаем песни на русском языке. Допустим, сейчас есть такая тенденция, многие, особенно молодые артисты, они все-таки не то что исполняют, а они учатся на английских песнях, потому что я видела это в вокальной школе. Вот, ну, вот у нас такой взгляд на это, что мы хотим петь для нашей публики на нашем языке. Да. Да, и на концертах были такие моменты, когда артисты исполняли какие-то песни, известные артисты, звезды группы «Мираж» вот тогда, да, исполняла какую-то свою песню на английском. Да, в Твере, кстати, это было. Да, и к нам подходили зрители, и им это очень не понравилось, вот. Но, в принципе, в остальном я как-то тяготею больше к современной стилистике в целом, вот. Вот, но все равно какой-то такой компромисс, вот, мне кажется, должен быть. То есть, да, нужно шагать в ногу со временем, но все-таки вот для меня важна мелодия и какая-то определенная хитовость, чтобы была песня. Узнаваемость. Узнаваемость, да, чтобы люди могли это тоже попить. Что ожидать от концерта 5 января? Какие сюрпризы ждут зрителей? Я думаю, что это будет очень хороший концерт. Я уже не первый раз выступаю в Твери, и вот мы выступали в сборном концерте в средине марта прошлого, здесь, в этом концертном зале «Панорама». Это был, ну, прекрасный концерт, большой по времени. Сейчас у нас есть небольшие какие-то ограничения, в том числе по времени, неизвестно, как это сложится. Мы постараемся, если это будет возможно, и даже не очень возможно, сделать большой концерт. У нас три артиста. Ольга Зарубина, известная очень артистка, очень известная. Я с ней ездил на гастроли. Я видел, как она выступает, прекрасно, мне очень понравилось. Я предложил ее в этот концерт, и как бы с удовольствием ее сюда пригласили. Она поет известные песни, вот этот мега-хит на теплоходе. Музыка играет, а я одна стою на берегу. Кроме того, она поет еще целый ряд известных песен того времени, в ее исполнении, которые тогда ставились хитами. Другой артист тоже очень известный, и я знаю, что он бывает очень часто в Твере. Это Павел Паскаль, мой старый тоже друг. Не в смысле старый, а в смысле, что друг. Я знаю его тоже выступление, я не раз видел его целиковую программу. Он очень обаятельный мужчина, очень так красиво ведет концерт свой у него. Шелковое сердце. Только шелковое сердце, шелковое сердце, не бывает и не болит. Сто процентов любви еще у него хит. Ну, просто вот ходишь, потом поешь за ним песни. Ну и мы тоже с коллективом. У нас еще очень забавный клавишник есть. Мы тоже с ним выступали, он там периодически колоритный, Леша Ростов, да. Вот, и мы будем тоже втроем. Я думаю, что мне бы хотелось спеть как можно больше песен. Не только известные хиты, которые все, все любят и ждут. И Натали, и Марины Хлебниковой, и то, что мы сделали с Филиппом Киркоровым. И «Давай наливай», американцы пришли на танцы, страшно сидят, но и вот эти все штучки. И какао, какао. И «Мадам Брошкина» – это не моя песня, но у меня есть премия за самый модный ремикс года. Она вообще великолепно сделана, великолепно идет. Вот, ну и свои собственные песни новые, которые сейчас... Новые сейчас, которые я уже записал для себя в последние несколько лет. Все это вперемешку, очень сбалансированная программа, очень хорошая. Я бы с удовольствием бы и сольный концерт большой был там, но вот сейчас у нас сборная программа. Еще раз хочу вам сказать, это очень хорошие артисты, каждый, каждый коллектив. Просто вот я видел много артистов, которые выступают. Кажется, бывает, что по телевизору, вот он известный, да, а на концерте не очень. Одна-две песни известных и что? А есть, про которые говорят, ну что-то их не видно по телевизору. А не видно по телевизору, потому что по телевизору видно других артистов сейчас. Мы же знаем, как телевидение устроено. Хоть мы сейчас и сидим тоже на телевидении, но это другое телевидение. Еще хотелось бы добавить один момент, что Дмитрий не успел сказать о том, что он работает над новым альбомом. Вот, и мне кажется, что есть большой шанс, что на этом концерте мы услышим какую-то премьеру песни. Даже я не знаю, о чем эти песни, он мне их не показывает. Вот, и я знаю, что сейчас одна уже на подходе, и мне кажется, что мы и наши зрители будут достойны какого-то такого интересного сюрприза, Дмитрия. И мне тоже очень хочу успеть. Когда началась пандемия, и все концерты закончились для артистов, некоторые из артистов, и я в том числе, занялись студийной работой. То есть это было с другой стороны время переоценить свое прошлое. Прошлое уже сделано, уже существует, и сделать что-то новое. И я сделал, написал 10 песен полностью, но я их еще не на все сделал, наверное, джовки. То есть, и вот я одну хочу сделать. Мне кажется, там очень много хитовых. Хитовых прямо вот как бы и по старому, и по новому, и по нашему, по такому, по доступному, по российскому. Надеюсь, что будет. И кроме того, я всегда, все артисты, которые в этом концерте будут, и я, я всегда очень тепло к зрителям, я рассказываю в меру, в меру рассказываю, что происходит. Иногда приглашаю на сцену, так что приходите. У нас весело. У нас весело, это будет отличный концерт, я вас уверяю. А под новогоднее настроение вообще просто вот. Дмитрий, я знаю, вы много раз приезжали с концертами к нам в Тверь, и ощущается теплое отношение к зрителям, и такое впечатление, что есть какая-то связь с Тверью. Скажите, пожалуйста, что вас роднит с этим городом? Ну так, конечно, у меня мама из Бежицка. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. У меня мама, сам я родом из Питер, ну, извините, я родился в Ленинграде, уехал вот то, что я уже рассказывал в Москву, а мама у меня из Бежицка, она родилась в Бежицке, училась в медицинском институте в Твери, здесь тогда еще в городе Калинин, и потом вышла замуж за моего папу, и уехала с ним жить в Петербург, где я и родился. Они до сих пор живы и здоровы, и живут вместе, очень хорошая у меня папа с мамой. Вот, и так что я... Тоже тверские корни, я родилась в Конакове, выросла. Так что, да, земляки. Спасибо большое, что вы приехали, очень приятно было с вами побеседовать. Вновь повторюсь, мы очень будем ждать вас 5-го числа, дай бог, ничего не изменится, и концерт состоится. Спасибо вам большое. Так что вот мы, да, мы с Твериум, нас просто все это, конечно, роднит, и поэтому перед Тверской публикой выступать всегда приятнее. Дорогие жители города Твери, 5-го января в 17 часов приходите к нам на концерт, в этот прекрасный концертный зал. Панорама, новый, современный, мягкие кресла, великолепный звук, красивый свет, ну и, конечно, супер настроение новогоднее, которое мы вам обязательно создадим. Оторвемся, вспомним, потанцуем, поплачем немножечко, посмеемся, пошутим, но в целом мы вас ждем. Приходите. Это была программа Культфьюжн. Оставайтесь с нами, будьте в тренде культурной жизни Твери вместе с нами.